Здравствуйте! С Вами снова канал Домашнее Подворье Прибыльное Хозяйство. Хочу обсудить более подробно такую замечательную птицу, как индюк. Я планирую выложить серию видео о них. Ставьте лайки, если Вам тоже нравится это чудо природы. Поделитесь, пожалуйста, о том, какие были необычные истории, связанные с индюками. Мне будет очень интересно узнать их. Сейчас на моем подворье две группы. Племенная и ремонтантный молодняк. Немного расскажу о породе моих индюков. Первыми у меня появились узбеки и кавказцы Палины. Было им месяцев по 7. Первый сезон работало с ними. Весом они сильно не добирали до стандарта породы. Не устраивали по яйценоскость. Фанатично насиживали яйца. Стоило ему увидеть, более двух яиц вместе падали на гнездо. После этого поднять их из гнезда до конца лета было нереально. Что только не пробовала, все бесполезно. Сидели на яйцах, на соломе, на камнях. В общем высиживали все, что не отбивалось. А еще они сами не поднимались кушать. Приходилось насильно каждую поднимать, чтобы она попила и поела. После такого сезона решила сменить породу. Выписала французов Розе де Сальдерес и Айбридов. Следующий сезон растила замену моему индюшиному стаду. На третий ход я скрестила эти две породы. И теперь есть чему порадоваться. В общих чертах это. Вес индюшки до первой яйцекладки 4-4,5 килограмма. После линьки 7 килограмм. Вес индюка 1 сезон 9 килограмм. После линьки 14-16 килограмм. Первый сезон, если не провоцировать индюшку, она может и не сесть на яйца. На второй сядет обязательно, но через одну-две недели можно поднять с гнезда. И она продолжит яйцекладку. В конце лета мои индюшки обязательно снова садятся. И тогда их трогать не стоит. Природа берет свое, начинается линька. И нужно восстанавливаться перед зимой. Как наседки, они узбечкам уступают. Очень тяжелые для насиживания. Но все равно можно выбрать наседку из стада со спокойным характером. Обустроить ей место для насиживания попросторней. И чтобы подруги не приходили в гости. Иначе яйца перемесят. Яйценоскость у моих индюков отличная. Стартует к концу февраля, а заканчивает нестись в сентябре. Несутся блоками. В начале сезона очень интенсивно. К концу потише. Есть перерывы на отдых. Если птица садится на гнездо, то само собой, яйца она перестает откладывать. Поздней осенью и зимой. Стараюсь не давать им занестись. В этом году молодняк в ноябре начал гулять. Пришлось свет им убавить. В стаде видно три основных окраса. Самец хайбрид с самочкой розовой дают дымчато-палевый окрас. И от белых индюшек индюшатам всегда передается белый окрас, независимо от цвета самца. И каждый год выводится пару птенцов с темным окрасом. Эта порода участвовала в создании породы хайбридов. Птица меньше по размеру, но очень тяжелая. Несмотря на все трудности, индюшки крепко вошли в мою жизнь и захватили огромную часть моего внимания. Честно скажу, расставаться с ним не хочется. Смотрите другие мои видео. И не забудьте подписаться на канал, если вы еще не подписаны. Спасибо за внимание и до новых встреч!